Здравствуйте, дорогие зрители! Вести утро Карачаево-Черкесия с вами. И сейчас мы узнаем, будет ли ветер перемен. По Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Порывы 15-20 метров в секунду. В горах 22-27 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-6, в горах местами минус 6-11. Днем плюс 5-10, в горах местами 0-5. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. В Черкесске ночью без существенных осадков. Днем дождь. Ветер западной четверти 6-11 метров в секунду. Днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1-3, днем плюс 8-10 градусов. Ночью и утром на дорогах гололедица. Своих не бросаем. Новую партию гуманитарной помощи военнослужащим СВО отправили из станицы Преградной. Отправка груза осуществлялась предприятием «Флора Кавказа». В состав гуманитарного груза вошли дизельные генераторы, ноутбуки, печи дизельные автономные, вода, продукты питания и другие предметы. Все виды дополнительных технических средств приобретались по заявкам военнослужащих, с которыми республика постоянно находится на связи. Подробности у Али Баташева. Погрузка нескольких тонн гуманитарного груза проходит быстро и организованно. В закрытом кузове грузовой машины оказываются нужные для наших бойцов дизельные генераторы и печи, необходимое снаряжение и медикаменты, вода и продовольствие. Погрузку производят работники предприятия «Флора Кавказа», которое занимается доставкой гуманитарной помощи с момента начала спецоперации. Отправляем часто, но заявку дают сами ребята, которые там воюют. Дают заявку комбан, согласовываясь с ребятами, и мы выполняем. Мы взяли, как говорится, шефственно, это 17-я артиллерийская бригада, которая находится на передовой. К сегодняшнему дню ребята то, что заказали, это автономные печи для обогрева, это дизеля-генераторы, ну и продукты питания, часть которых у них не достает. И также теплые вещи, которые на сегодняшний день так необходимы. Груз собран и отправлен в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей. По поручению главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, председателя парламента Александра Иванова, секретаря районного отделения партии «Единая Россия» Азрета Лебаташева и многих других неравнодушных людей. Народу спасибо, они совместно с нами работают, мы согласовываем с ними, и они тоже мелкими партиями отправляют груз в СВО. Ну это же, вы понимаете, это же наша общая боль, общая задача. Если мы помогать не будем, они там в окопах, мы делаем одно общее дело. Мы должны сохранить великую нашу Россию. Это наше будущее, будущее нашего населения, будущее нашей молодежи. Благодаря работе штаба по оказанию помощи военнослужащим СВО у каждого жителя Карачаева Черкесии есть возможность внести свой вклад в общее дело и оказать поддержку нашим воинам, участвующим в спецоперации. Сборы и отправка гуманитарной помощи проходят исключительно по заявкам военнослужащих, с которыми мы находимся на связи, говорят в Урубском районном штабе. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесия, Урубский район. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести на Ногайском языке. А затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. А в 14.30 вместе с Дарьей Тендит смотрите Вести. Удачного продолжения дня и до встречи. Удачного продолжения дня и до встречи.